МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Снизить налоги для работы бизнеса предприниматели просят депутатов о помощи. К столетию со дня образования СССР военный историк Борис Юлин прочитал лекцию для саровчан. Секреты мастерства. Хоккейный клуб Саров провел занятия для воспитанников Ледового дворца. Далее расскажем обо всем подробно. Улицу Негина начнут строить в следующем году в рамках программы развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеева-Саров. Об этом рассказал депутатом заместитель главы города Леонид Бородулин на очередном заседании Думского комитета. Финансирование на работы уже выделено. Подписан договор с подрядчика. Жилищное строительство там полностью завершено. Осталось строительство этой улицы как основного транспортного связующего элемента. Она начинается от границы улицы Зернова, пересекает улицу Садовая и заканчивается улицей Менделеева. Это четырехполосная дорога, городского значения. В ее проект входит и благоустройство вдоль дороги. Это достаточно хороший, серьезный проект. Попутно идет реконструкция инженерных сетей и реконструкция ливневой канализации. Также к ней сейчас у нас подписан контракт на строительство и ремонт улицы Чехалова, который к ней примыкает. Таким образом, по завершении данных работ вокруг строящейся школы Зорги будет полностью обеспечена транспортная доступность. В рамках развития кластера уже благоустроены лыжная база и бульвар в 15-м микрорайоне, расчищено русло Сатиса. В планах благоустройство яблоневого сада. Здесь уже готова проектно-сметная документация, но пока не выделено финансирование. По этому вопросу направлены обращения к губернатору региона Глебу Никитину. Сроков получения средств из областного бюджета в администрации пока не называют. Саровские предприниматели жалуются на неподъемную налоговую нагрузку. О своих проблемах они также рассказали в рамках прошедшего комитета. Бизнесмены просят пересмотреть ставки на налог на имущество и ставки по ОСН. В прошлом году размер кадастровой стоимости зданий приравняли к рыночной. Это отразилось на размере налога на имущество. Он рассчитывается как раз исходя из кадастровой стоимости. Таким образом, для некоторых собственников налог вырос в 40 и даже 60 раз. По словам предпринимателей, плата стала неподъемной. Для многих бизнес перестает быть выгодным и они закрываются. Когда происходит резкий скачок на содержание этого объекта, собственник вынужден либо свернуть бизнес, потому что он становится нерентабельным, то есть прекратить его сдавать в аренду, просто закрыть, навесить амбарный замок и дикань, где дело с концом. Либо переложить эту стоимость на тех, кто арендует. А что делают арендаторы? Орендаторы предоставляют, продают товары и услуги кому? Населению. Таким образом, в итоге все это перекладывается на население. Размер ставки налога на имущество определяют органы местного самоуправления. Поэтому бизнесмены просят депутатов помочь в решении вопроса и пересмотреть сумму налогов задним числом. Сложность в том, что налог на имущество пополняет городскую казну. И он уже учтен в бюджете на следующий год. Понятно, что тут проблема сопряжена с различного рода бюджетными делами, так сказать, уже спланирован бюджет, исходя из новых ставок и так далее, но при наличии политической воли, при наличии желания, налоговое законодательство позволяет в том числе изменить, уменьшить, снизить, дифференцировать ставки задним числом. Он учтен в доходной части бюджета на следующий год. И это сегодня самый кардинальный фактор. Потому что мы не можем сегодня уменьшить эту сумму, которая сегодня стоит в доходной части бюджета на следующий год, не понимая, чем мы ее можем заместить. В результате дискуссии депутаты и бизнесмены решили создать рабочую группу, где более детально рассмотрят вопросы, попробуют найти компромисс, который устроят все стороны. В этой же группе обсудят варианты изменения налоговой ставки по ОСН. С 10 октября началась плановая проверка пожарных гидрантов, установленных на уличной водораспределительной сети. В октябре и начале ноября возможны кратковременные эпизодические случаи замутнения холодной воды. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 января в России введут единое универсальное пособие. Оно объединит пособие от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначать по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Также помощью из бюджета на ребенка до 3 лет смогут воспользоваться все семьи с невысокими доходами, вне зависимости от очередности рождения. На базе волонтерского центра «Радость моя» открылись кружки по объемному конструированию из бумаги и изготовлению сувениров из полимерной глины. Эти объединения работают для детей с инвалидностью, подопечных православных волонтеров. Занятия бесплатные, все расходные материалы закуплены на средства благотворителей. Также пару раз в месяц будут проходить мастер-классы по кулинарии, как приложение проекта «Гостиная с припеком». По всем вопросам обращайтесь в православный волонтерский центр «Радость моя». Пасмурно и дождливо будет на этой неделе в Нижегородской области. Во вторник и среду воздух прогреется до плюс 10, плюс 11, и к четвергу похолодает до плюс 7. До пятницы синоптики обещают дожди. Заморозков пока не ожидают. Минимум столбки термометров опустится до отметки в плюс 2 градуса. 12 октября обновленный холл поликлиники номер 1 откроет для пациентов. Служебный вход со стороны жилого дома по улице Зернова, 68, будет закрыт. Напомним, масштабный ремонт входной зоны проведен в рамках реализации ПСР-проектов при поддержке госкорпорации «Росатом». Благодаря этому будут разделены потоки пациентов. Получить необходимую информацию соровчане смогут в открытой регистратуре и на посту администратора. Дождаться приема и отдохнуть в комфортных зонах пребывания. А удобная навигация поможет быстро найти нужный кабинет. Ремонт входной зоны при клинике номер 2 уже завершили. Теперь там организованы два входа. Пациенты с признаками ОРВИ будут заходить через вход со стороны старого здания. Все остальные проходят со стороны нового здания. Записаться на прием можно любыми удобными для вас способами. По единому номеру колл-центра 95511 на портале пациента skb50.ru через информат при личном обращении в регистратуру поликлиники непосредственно на приеме у врача. Получить информацию по оказанию медицинской помощи можно у администратора холла поликлиники, который поможет решить проблему и ответит на интересующие вопросы. За прошедшую неделю в Сарове зарегистрировано 12 ДТП с материальным ущербом и одно ДТП с пострадавшим. Оно произошло на проспекте Ленина у дома 23. Также сотрудники полиции возбудили несколько дел по факту мошенничества. Вечером 4 октября у дома номер 23 на проспекте Ленина водитель ВАЗа не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в световую опору. В результате ДТП пассажир автомобиля получил ушибы. После осмотра врачом пострадавшую отпустили домой. Всего за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 99 административных правонарушений. Также в полицию поступило несколько заявлений о мошенничестве. Установлено, что 4 октября неизвестное лицо позвонило заявителю и представившись сотрудникам банка под предлогом предотвращения несанкционированных операций по банковскому счету заявителя и обеспечения сохранности денежных средств сообщило, что необходимо перевести все денежные средства на безопасный счет посредством сообщения кодов, полученных в СМС. Таким образом, злоумышленник похитил у заявителя 735 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Еще одна пострадавшая, которая попалась на удочку мошенников, перевела 4000 рублей за экспресс-доставку товара, но посылку так и не дождалась. В полицию каждую неделю приносят все новые материалы по факту мошенничества. Сотрудники полиции просят вас быть более бдительными, так как в последнее время участились случаи мошенничества. Если вам позвонили и представили сотрудникам банка, сотрудникам службы безопасности банка, прокуратуры, Следственного комитета, полиции и сообщили, что с вашего банковского счета пытаются похитить денежные средства, не верьте, это мошенники. Если по телефону говорят, что ваши деньги нужно перевести на безопасный банковский счет, не продолжайте разговор. Это звонят злоумышленники. Никаких безопасных банковских счетов не существует. Если вас просят сообщить код из СМС, ни в коем случае этого не делайте. Также запомните, что мошенники могут действовать через различные приложения, мессенджеры и видеоконференции. При подозрении на мошенничество лучше самостоятельно обратитесь в отделение банка. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Писатель и военный историк Борис Юлин встретился с саровчанами в библиотеке имени Маяковского. Он прочитал лекцию по истории Советского Союза, поделился своими знаниями с гостями, подчеркнул значение образования СССР и ответил на вопросы горожан. Уже несколько лет библиотека имени Маяковского реализует проект «Персона», в рамках которого организует для горожан встречи с писателями, поэтами и публицистами. Гостем очередного мероприятия стал военный историк Борис Юлин. В канун столетия со дня образования СССР он прочитал с саровчанам лекцию о создании Советского Союза. Хотелось осветить некоторые аспекты, которые как бы обычно выпадают из поля зрения, когда рассказывают об этом событии. Например, как создавался Советский Союз в плане как раз межнациональных отношений. То есть почему, допустим, принимался план не автономизации, а план именно равноправных союзных республик с правом выхода из Советского Союза. С момента распада Советского Союза прошло более 30 лет, но все темы, связанные с его историей, до сих пор актуальны, считает Борис Юлин. Еще живы многие очевидцы. Они могут поделиться своим видением тех событий и сравнить, чем СССР отличается от нашего современного государства. На лекцию у Маяковки пришли люди возраста и молодежь. Как рассказал историк, его труды рассчитаны на широкую аудиторию, на обычных людей, а не на других историков. Я все время ориентируюсь на одного великого советского историка, Евгения Торле, воспринимая его в какой-то мере даже как учителя. То есть, мечтаю научиться писать так же, как он. Он писал серьезные исторические работы, не самые лучшие в плане именно исторического исследования, но хорошие, добротные работы, написанные максимально понятным для обычных людей языком. Из-под пера Бориса Юлина вышло множество статей и книг по отечественной истории. «Потомки последних корсаров», «Бородинская битва», «Мифы Великой Отечественной 2», «Экономическая безопасность» и «Вехи русской истории». Как рассказал автор, над каждым томом он работает около года, но интерес к документальным книгам в обществе невелик. «Востребованность их, к сожалению, связана не с тем, насколько хорошо они написаны и насколько верно отражают историческую информацию, а больше связана со скандальностью, то есть с разоблачениями, с какими-то зачастую выдуманными яркими моментами. То есть, то, что снижает ценность этой книги как исторического материала, оно повышает ценность в глазах значительной части читателей». Полностью интервью с Борисом Юлиным смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале «Саров-24». Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Хоккейный клуб «Саров» провел мастер-класс для младших воспитанников спортивной школы Ледового дворца. Игроки со стажем показали новичкам трюки и научили новым приемам. На встречи побывала и наша съемочная группа. Хоккейный клуб «Саров» провел мастер-класс для самых маленьких спортсменов Ледового дворца. Шести-семилетние ребята, которые совсем недавно пришли в спорт, с увлечением катались, выполняли упражнения, оттачивали приемы под руководством опытных профессионалов. Хоккей нравится, что там бегают, все шайбы кидают, хочу научиться, фишки оббегать. Мне нравится хоккей, потому что это моя любимая игра. А чему хочешь сегодня научиться? Я хочу сегодня научиться побольше дриблинг делать. Я люблю то, что на тебя все смотрят, все кричат, что ты хорошо играешь. А чему хочешь научиться на мастер-классе? Хочу научиться быстро ездить. Игроки хоккасаров провели для малышей разминки, показали несколько упражнений на катании, поиграли в догонялки. Такие мастер-классы – полезный опыт для начинающих игроков, уверены взрослые спортсмены. Каждый ребенок может почерпнуть для себя что-то новое и применить это позже, играя с командой на матче. Такие мастер-классы нужны, чтобы привить больше любовь на хоккей, ну и показать, как правильно упражнение делается, потому что дети иногда приходят позоровать. И провести время просто, выбеситься. И упражнения делаю так, ну, немного неправильнее. Ну, так мы им покажем, расскажем секреты, какие сами знают. Хоккейный клуб «Саров» – прекрасный пример для подражания. В прошлом сезоне наши игроки выиграли золото областного чемпионата высшей лиги, а несколько дней назад завоевали еще один трофей – Кубок чемпионов Приволжского федерального округа. Мы стали чемпионами Кубок Приволжского федерального округа. Это как бы следующая стадия после областных соревнований. Это большой шаг, посмотрим, на что это выльется. Ждем пока решения федерации, что будет дальше, в Нижнем Новгороде, в которой федерации. Ждем дальше. То есть, либо будет чемпионат среди чемпионов, либо, если чемпионаты в других областях не проводились, значит, будет просто за третий сезон. И только чемпионы Кубок Приволжского, и все. Сейчас хоккеисты готовятся к новому сезону областного чемпионата высшей лиги. 5 ноября в Ледовом дворце пройдет первый домашний матч. «Саров» встретится с давним соперником «Стартом» из Таншаева. Девять команд. Одна команда «Бор» ушла в первую лигу. За исключением всех остальных остались все те же самые команды. Активно готовимся. Мы готовились. Кубок – это как открытие сезона получился. Ну, как показали, что команда готова. Посмотрим, как будет дальше. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Сару-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.